В центре политика. Здравствуйте, я Алексей Рожа. Начинаем программу с традиционного рейтинга, составленного экспертами АПН Нижний Новгород. Лидеры минувшей недели. Александр Бочкарев, депутат Думы Нижнего Новгорода. Единственный, кто не только не потратился на выборы, но, похоже, еще и приобрел. Бочкарева можно считать мастером по выдвижению от партии представленников олигархических структур и губернаторских протеже. Владислав Егоров, первый секретарь обкома КПРФ, только-только возглавил Нижегородское региональное отделение партии и сразу же показал высокий результат на выборах, увеличив фракцию в Гордуме до пяти депутатов. Игорь Нагорный, Елизавета Солонченко, Вячеслав Растеряев, депутаты Думы Нижнего Новгорода. Показали самые высокие результаты по территориальным группам. Процент их поддержки оказался выше общего процента «Единой России». По существу, именно они и стали теми локомотивами, которые вытащили «Единую Россию» на результат, превышающий, пусть и незначительно, 40%, спася тем самым партию власти от полного провала. Политические неудачники. Валерий Шанцев, губернатор Нижегородской области. Понятно, что именно Шанцев несет политическую ответственность за такое значительное, если не сказать, катастрофическое падение рейтинга «Единой России». Губернатор взялся рулить с предвыборным процессом и дорулился до результата в 40%. Дмитрий Сватковский, заместитель губернатора Нижегородской области. Как лидер партийного списка, Сватковский откровенно провалил выборы. И это предсказуемый провал, поскольку у Сватковского не было ни опыта предвыборной борьбы, ни значимого личного рейтинга. Артем Кавинов, министр социальной политики Нижегородской области. Поддержка «Единой России» под его руководством снизилась в Нижнем Новгороде почти полтора раза. Это как минимум политический нокдаун, если не политический нокаут. Сегодня определился окончательный состав Думы Нижнего Новгорода. Давайте посмотрим, как будет выглядеть партийный состав. Всего 47 депутатов займут свои места в зале. Из них 33 мандата, то есть абсолютное большинство, получили представители «Единой России». Накануне вся региональная тройка подтвердила свое участие в работе Гордумы – Сватковский, Шупранов и Краснов. При этом стоит отметить, что тройка Нагорный, Солонченко и Растеряев сделали основной результат для партийного списка. То есть именно эти трое кандидатов набрали наибольшее количество голосов в абсолютном значении. Пять мандатов получили представители КПРФ, улучшили свой результат по сравнению с прошлым выбранным сезоном. Пять мандатов у «Справедливой России» и один мандат у ЛДПР. Кстати, Жириновский от Махов отказались, поэтому в Думу проходит Герман Карачевский. Представлять интересы горожан будет лидер малой партии «Патриоты России». У него еще один мандат. И в Думе шестого созыва будет двое самовыдвиженцев – Дранишников и спойлер Каргин. О профессиональном и отраслевом раскладе в Думе шестого созыва, о том, насколько обновился этот орган власти и достаточно ли компетенции у депутатов, поговорим с нашим гостем. В студии столицы Нижний политолог Александр Суханов. Александр Равич, здравствуйте. Давайте поговорим сначала о том, как сейчас выглядит Городская Дума, насколько она изменилась по сравнению с предыдущим созывом. Ну, я думаю, те, кто отслеживали эти процессы, они прекрасно понимают и видят, и знают, что Дума обновилась где-то на 40%. Сочетание опыта и новых сил, новые депутаты, как правило, отличаются большим азартом, большей готовностью что-то изменить. Патриархи понимают, что многого изменить нельзя, они более спокойны, уравновешены, и, как правило, их решения более взвешены. Те, кто профессионально отслеживают эти моменты, они уже знают, что это будет за Дума, знают те проблемы, которые в ней уже заложены в виде пружин-напряжения, пружин-взаимодействия пружин. Что там за пружин-напряжение такие в Думе шестого созыва? Ну, пружин-напряжение заключается, традиционно делят как? Вот есть фракции партийные, вот есть независимые кандидаты, у нас там есть самовдвиженцы, в этом раз... Целых два? Да, целых два. Один из них Лжек Аргин, почти Лжедмитрий, можно сказать, да? Да, Лжедмитрий. Поэтому есть, конечно, нюансы взаимодействий, но явное большинство за Единой Россией. Более того, это квалифицированное большинство фактически. Внутри Единой России представлены разные экономические группы. Это не значит, что там есть хорошие или плохие депутаты или еще что-то. Это разные экономические группы, разные экономические интересы, связанные с жизнью города. Вы уже начали говорить о компетенциях. Вот давайте об этом порассуждаем. Насколько компетентна нынешняя Дума? Насколько... потому что несколько сразу же руководителей комиссий не попали в состав. Сможем ли мы их заменить? Ой, вот знаете, мне кажется, мы здесь должны прежде всего определиться, что такое компетентный руководитель или компетентный депутат. По большому счету у нас нигде не готовят депутатов. У нас нет ни политической партийной подготовки будущих кандидатов в депутаты или депутатов. У нас есть сложившиеся политические элиты, которые из своей среды выдвигают представителей в депутаты. На самом деле это не значит, что вот эти люди, которые выдвинуты в депутаты, они прекрасно подготовлены к этой роли или прекрасно понимают, что им предстоит делать. Даже о жизни города они вообще что-то понимают? О том, как функционирует система ЖДХ? Они, скорее всего, понимают об этом на уровне или профессионального интереса, если профессионально они связаны с этой деятельностью. Но это говорит только о том, что они понимают какую-то одну сферу. Им специалисты разъяснят, чиновники, специалисты, привлеченные эксперты, разъяснят, в чем суть вопроса, каков механизм решения, в чем его особенности, кто от этого выигрывает, кто проигрывает. А их задача определить, насколько это соответствует или сегодняшним интересам горожан и города, или перспективным интересам. А вот у самой Думы достаточно полномочий, чтобы реализовывать вот эти компетенции? В рамках того бюджета, которым им определяется, или который у них сформируется, они достаточно свободны в выборе. Мы сейчас говорим о том, что Думы распоряжаются теми средствами, которые составляют городской бюджет. Как они туда попадают? В каком объеме от собранных налогов? Больше или меньше? Да, это не вопрос Думы. И она повлиять на этот вопрос не может. Но должна? Вот вопрос. Должна ли она выходить с подобными инициативами? Она должна, вот на мой взгляд, если посмотреть на разумные демократические системы и прочие вещи, она должна уметь зарабатывать в бюджет. То есть находить дополнительные источники, которые попадут в городской бюджет. Поэтому здесь депутаты ограничены рамками тех существующих обстоятельств, в которых они действуют. И вот внутри этих обстоятельств, да, они свободны потратить или на дороги, или на учителей, или на социальную сферу, или на ремонт каких-то ветхих зданий, которые представляют историческую ценность. Пожалуйста. Можно много говорить. Давайте сохраним это, другое, третье. За счет кого? За счет чего? Как вы считаете, найдется ли применение ЛЖД Дмитрию Крогенова? По большому счету, применение может найтись любому человеку, который избран депутатом. Может представлять интересы той группы населения, к которой он принадлежит. Или той группы населения, которая его выдвинула туда. Или попросила выдвинуться. Ведь он не сам пришел. Все равно за ним кто-то есть. Александр Ильич, спасибо вам большое за участие в программе. Спасибо. Не на чем. На прошлой неделе, в середине сентября, состоялось заседание законодательного собрания, официально еще августовского, того самого, где дважды не собирался кворум. Поэтому депутаты сразу решили покончить с этой проблемой. Теперь предлагается голосовать, что называется, по доверенности. То есть тот, кто хочет изъявить свою волю по конкретному вопросу, должен передать свое право голоса и свою карточку для голосования другому депутату. Галина Кулачкова, депутат ЗАГС Собрания, уверена, что таким образом парламент теряет свою респектабельность. Легитимность его формально-то, может быть, и не нарушится. А вот фактически и личностно, да. Потому что мы не можем ожидать, на самом деле, как избиратели, а кто действительно присутствовал на собрании. Если мы попросим распечатку, он скажет, что вот он голосовал. А у него было ли мнение, были ли у него вопросы, выступал ли он по какому-то, скажем, вопросу. Вот это, мне кажется, важным, потому что выступление депутата характеризует некий его угол зрения. Сами депутаты тоже смеются над этой инициативой, предлагают закупить специальные переносные устройства для голосования. Как вариант, можно голосовать по СМС или через интернет. И смотреть онлайн-трансляцию, где в пустом зале солирует председатель ЗАГС Собрания Евгений Лебедев. Тогда парламент точно перестанет быть местом для дискуссий. На этом все. Смотрите новости на столице Нижней. Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова